На региональном уровне проходит общественное обсуждение законопроекта о занятости. Речь идет о передаче полномочий в данной сфере на федеральный уровень. Это позволит обеспечить единые стандарты качества услуг одинаково во всех регионах. Александра Литкова расскажет подробнее. О необходимости обновления закона о занятости, который был принят еще в 1991 году, заявил в 2020 году президент России Владимир Путин. В частности, он поручил проработать вопрос передачи полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Над законопроектом партия «Единая Россия» работала совместно с Минтрудом и профсоюзами. Его планируется принять до конца весенней сессии палаты. И вот в феврале уже этого текущего года подготовлен проект закона о занятости. Причем сформированы были те предложения, которые были получены на первоначальной стадии именно той рабочей группы специалистами. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы максимально обсудить этот проект в регионах. Изменения в законопроект позволят решить ряд задач. Например, увеличится количество услуг, которые граждане и работодатели смогут получать в онлайн-формате. Впрочем, не все услуги возможно перевести в дистанционный режим. То есть понятно, что оказать содействие в поиске работы, там направить гражданину вакансии, направить его резюме на какие-то вакансии, это без проблем. Но есть и услуги, например, которые предполагают личный прием. То есть, например, мероприятие по психологической поддержке, по социальной адаптации, где предполагается именно взаимодействие с профконсультантом центра занятости. Возможно, такие-то групповые занятия, тренинги. То есть, может быть, конечно, как-то в зуме и можно реализовывать, но путем того, что он где-то какую-то онлайн-форму заполнит и получит какие-то результаты, наверное, это не самое качественное оказание услуги. Кроме того, соискатели смогут пройти профобучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Безработные получат поддержку на открытие своего дела, включая финансовую помощь при постановке на учет как самозанятые. Прежде всего, мы уходим от бюрократии в центрах занятости. Мы защищаем наших отечественных граждан, ограничиваем, даем зеленый свет для трудоустройства россиянам и ограничиваем тех мигрантов, которые приезжают сюда к нам трудоустроиться. Мы планируем оказать поддержку отдельным категориям граждан. Прежде всего, это инвалиды, люди с ограниченными возможностями, это молодежь и это предпенсионный возраст. В ходе обсуждения директор центра занятости Ненецкого округа Юрий Сидеев предложил внести поправки, касающиеся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о выплатах пособия по безработице. Суть в том, что если подросток из данной категории ранее уже был трудоустроен, то не имеет права на максимальные выплаты. В таких случаях им приходится обращаться в суд, который, как правило, на их стороне. Возможно, и со стороны Госдумы было бы тоже этот вопрос подхватить. Поэтому, грубо говоря, считать, что, допустим, социальная адаптация, когда подростки в период учебы дополнительно подрабатывают. Потому что суды все равно на их стороне, наверное, просто надо привести в соответствие федеральный закон, чтобы у нас не было этой истории, что каждый раз, чтобы назначить подростку или этому молодому человеку максимальное пособие, ему приходится тратить месяц на то, чтобы пройти через суд. В любом случае, решение будет не в стороне. Как отметил Сергей Коткин, жители округа также смогут принять участие в обсуждениях, результаты которых должны быть приняты во внимание к первому и ко второму чтениям законопроекта. В прошлом году по инициативе «Единой России» были приняты изменения в Трудовой кодекс, которые защищают права работников на удаленке. Напомню, это был первый этап изменения трудового законодательства, необходимость которых стала очевидна во время пандемии.